МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В нашей временной студии Вадим Пачема. И сегодня в выпуске. Космонавту номер 3 исполнилось бы 89. В Чувашии вспоминают Андрияна Николаева. На уроке в Крым младшие классы Чувашского кадетского корпуса отправились на сборы в Евпаторию. Сцена без границ. Знакомимся с участниками паромузыкального фестиваля. Сегодня исполнилось бы 89 лет Чувашскому соколу. В день рождения Андрияна Николаева в селе Шоршелы прошел торжественный митинг. Почтить память космонавта номер 3 приехал и глава Республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Здоровья, благополучия, всем успехов. 73 пока. Выиграли ему грант, отдали несколько совместных четыре радиостанции. Интерес есть? Если у вас настрой для самореализации, то надо стать связистом хорошим. Это тоже высокооплачиваемая работа, по сути дела. На связи РН-4З. Это позывной радиостанции музея космонавтики. Поздравления с очередной годовщиной своего земляка ребята принимают со всего мира. Это Европа, это Америка, это, ну и другие страны. Ну вот сегодня мы буквально связались, правда у нас антенна здесь, полевая антенна, в полевых условиях мощности нет. Сегодня провели связь с Германией, связались мы еще, девятый район, это Новосибирь, Дальний Восток. На площади села театрализованная постановка о юности покорителя вселенной. Его родители были крестьянами, сам Андриян окончил Мариинско-Посадский лесотехникум. Летное дело он начал познавать в Кировобадском военно-авиационном училище. И уже спустя 10 лет прошел отбор в отряд космонавтов. Он стал легендой, покорив вселенную третьим. Это было время экспериментов. В космосе Андриян Николаев провел четверо суток, впервые установив радиосвязь на орбите и взяв управление кораблем на себя. По длительности полета, по сложности полета ему доверяли самые-самые сложные поставленные задачи. И он справлялся с этими задачами, честно, добросовестно служил, потому что любил эту землю. Он на самом деле славный, великий, легендарный сын народа Чувашской республики, села Шоршелы. Второй полет и снова рекорд. На корабле «Восток-9» Андриян Николаев и Виталий Севастьянов сделали более 280 оборотов вокруг Земли. Андриян Григорьевич является путеводной, звездой, наверное, для всего нашего народа. Например, того, как надо служить Отечеству, Малой Родине, как быть полезным своему государству. История освоения космоса завораживает все больше людей. Каждый день в музейный комплекс Андрияна Николаева приезжают десятки туристов. Частые гости родины Чувашского Сокола, кадеты, которые тоже грезят о полетах. Поднимите руки, кто хочет стать космонавтом. Глава региона уверен, что в кадетском корпусе будет воспитана не одна плеяда космонавтов. Но все это было бы невозможным без первого шага. Подвиги Андрияна Николаева открыли новые высоты. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. На учебу в Крым. Сегодня ранним утром весь младший состав Чувашского кадетского корпуса отправился в Евпаторию на учебно-оздоровительные сборы. Кадет провожали и мои коллеги Галина Титарчук и Бахтияр Вилиев. Чебоксарский международный аэропорт. Два часа ночи. Кадетам и их родителям не до сна. А вы рады, что ваш сын начинает новый учебный год не в Чувашии, а в Крыму? Конечно. Мы приехали с Морговского района, а вот ночью не спали, волновались как-то. Ну, провожаем сейчас сына на юг. Первый раз в Крым летит. Ребенок сам рад. Я тоже радуюсь, но все равно волнуюсь. Конечно, это такая честь для нас, что наш ребенок попал в эту школу. И вообще, первый полет – это вообще волнительно. Ну, я в Крыму не был. Очень мечтаю. Я думаю, эта поездка будет интересной. Я в Крыму был три годика. Я почти ничего не помню. И мне радостно лететь в Крым. К поездке в Крым ребята готовились долго. Проходили медосмотр, собирали справки и вещи. Даниил Трач решил, что большой чемодан ему ни к чему. В большое путешествие отправляется налегке. Я взял несколько футболок, потом три пары шорт, одни трико и одни джинсы. Моя сумка весит всего лишь три килограмма. На самом деле, там я взял только все самое нужное. Такого наплыва Чебоксарский аэропорт не видел, вероятно, с советских времен. На каждого кадета порой по четыре провожающих. Сегодня младший состав Чувашского кадетского корпуса улетает чартером, то есть спецрейсом, улетает в лагерь «Лучистый» и в «Паторе» на учебно-оздоровительные сборы. И тоже они едут в общем проекте с Пермским кадетским корпусом. Улетает 198 детей, улетает 16 взрослых, два медика, которые будут работать по специально разработанной программе в течение двух недель. Впереди две недели на море, полные разных мероприятий. Ребят ждут не только учебные занятия на свежем воздухе, но и творческие и интеллектуальные конкурсы, психологические тренинги и игры на сплочение. Мы, ребята, ничего! Мы, ребята, просто Бог! Ура! Мы едем в Крым! В центральную городскую больницу в Чебоксарах попала сегодня наша съемочная группа. Но не за медицинской помощью, а чтобы оценить проведенный ремонт. Больница – это такое место, куда лучше не попадать. Разве что для профилактики. Но если уж надо, хочется, чтобы медучреждение было красивым и современным. Чтобы сделать центральную городскую больницу именно такой, в этом году на капитальный ремонт республика выделила 13 миллионов рублей. Из них мы на миллион рублей заменили кровлей в трех блоках поликлиники. Закончены работы по ремонту асфальтного покрытия. Сейчас идут ремонтные работы по ремонту фасада нашего терапевтического корпуса и поликлиники. Впрочем, главное для пациентов – изменения внутри. 24 миллиона рублей больница получила на обновление оборудования. Из того, что уже получили и смонтировали – флюорограф, рентген и маммограф. Можно на этом аппарате делать снимки больному как стоя, так и лежа. Кроме того, мы можем делать скопические исследования. И во время этого исследования динамически наблюдать и фиксировать рентгенологически важные для нас отделы пищеварительной системы, вызывающие у нас какие-то замечания, сомнения. Проходили маммограф. Маммограф очень удобный. Он более такой современный, безболезненный. На внебюджетные средства, то есть то, что больница зарабатывает сама, отремонтировали кабинеты, коридоры и любимую пациентами соляную пещеру. Здесь стояли стулья вместо кресел. И было немножко похоже. В этом году уже здесь после ремонта очень красиво. Под музыку, нежную мелодию, можно здесь даже уснуть. Из того, что скрыто от глаз, это ремонт системы вентиляции, теплоузлов в ряде отделений. Полностью завершить работы должны к Новому году. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Реджизюков, Республика. В эти минуты в Чебоксарах проходит гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля. Среди участников, которые представляют Чувашию, ансамбль народного танца «Тандаш». На их репетиции побывала наша съемочная группа. Значит, вы по этой линии, смотрите, выходите вперед. Пошли. Идем. Так, а вы выходите отсюда на поклон. Анатолий Попов, руководитель ансамбля «Тандаш», знает, что в номере важны все составляющие. И красивый поклон в их числе. К выступлению участники коллектива готовят чувашский народный танец. За музыку в номере отвечает коллектив «Реветь». Гармонии, балалайки, барабаны, трещотки. Танец исполняется под живую музыку. В «Тандаш» танцуют около 30 детей. У каждого проблемы со зрением. Но это нисколько не мешает выступать. А в некоторые моменты, наоборот, помогает. Помогает то, что я не вижу очень много людей, и меня это успокаивает. Танцы помогают мне развиваться физически и духовно. Еще помогают побороть страх сцены и стать более коммуникабельной. Большинство ребят занимаются в ансамбле много лет, и за это время разучили разные виды танцев. Мой любимый танец – чувашский. Движения тоже очень характерные. Надо показывать побольше, ну, много раз движения. Иногда даже руками показываю, ногами. Все это я показываю. Иногда даже беру спину, например, как надо держать спиночку. Там, например, как… Все показываю руками. Дети трудолюбивые, работают. По много раз выполняют одно и то же. Тем самым они учат танец. Рыба на вырост. Толстолобика, белого амура и карпа выращивают в Козловском районе. О жизни и в прудах, и в районе в репортаже Ирины Волковой. Рыба подходит туда вниз, бывает, она тут ходит, и при движении зерно сыпется. Зерно плющенное, перемешку с горохом, натуральное, без химии. Рыбу любят и хорошо питаются. Кормежка один раз в день. А так завтрак и ужин для рыбы есть в самом водоеме. Толстолобик питается фитоплантоном, зелеными водорослями в толще воды. Белый амур ест молодой камыш. Карп употребляет все живые организмы в водоемах. Эти три вида рыбы выращивают в течение трех лет. По мере роста пересаживают из выростного пруда в нагульный. Молоть этого года у нас достигла 60-70 грамм в трех прудах выростных. В одном выростном, уже на втором году, молоть это достигает, у нас уже 600 граммов. И вот на будущий год мы ее пересадим в эти нагульные пруды, где она будет расти до 2-2,5 килограммов. Это сейчас здесь экосистема прудов с очисткой и заботливыми хозяевами. Некогда Карамышевское рыболовное хозяйство было одним из самых крупных в Чувашии, но во время перестройки его запустили. Восстанавливать начали только несколько лет назад. Когда мы пришли, здесь не было ни одной рыбки. И вот в течение четырех лет мы приложили максимум усилий, чтобы попытаться восстановить это хозяйство. В конце октября пруды спускают всю товарную рыбу, вылавливают и пересаживают на зимовку в крытый зимовальный комплекс. В прошлом году рыболовное хозяйство вырастило более 100 тонн рыбы. В этом году вышли на 200 тонн. При этом живую рыбу реализуют на рынке Чуваши и соседних регионов. В планах восстановить цех переработки, чтобы запустить производство рыбы холодного и горячего копчения. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шокрев. Республика. В эту субботу, 8 сентября, газета «Советская Чувашия» проведет юбилейную 80-ю по счету эстафету. Итак, группы, командные средства с информацией. В первый раз эстафета на призы «Советской Чувашии» прошла еще в 1932 году. В военные годы традиция прервалась. Но уже в 1946 году журналисты, коллективы предприятий и просто любители бега опять вышли на старт. В этот юбилейный год в организации «Забега» есть ряд новшеств. Прежде всего, хочется сделать такое предупреждение ко всем. На новый, обновленный стадион Олимпийский мы не будем запускать людей в кроссовках, спортсменов в кроссовках с шипами. Никаких шипов. Прямо будет все очень серьезно. Независимо от того, насколько легендарный спортсмен, известный. Кроме того, с этого года за «Забегами» будет следить операционная комиссия, которую создали, чтобы решать спорные ситуации. Участников и болельщиков ждут на Олимпийском стадионе к 10 часам. Призы хорошие, намекнул главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Наша землячка Юлия Поличихина, которая в этом году получила титул «Мисс Россия», будет бороться за звание «Мисс Вселенная». Конкурс «Мисс Вселенная» является одним из самых престижных конкурсов красоты. Его проводят с 1952 года. В этом году финал пройдет в столице Таиланда, Бангкоке, в декабре. Однако Юлия Поличихина отправится в эту страну уже совсем скоро, чтобы участвовать в подготовительных этапах. За всю историю конкурса главный титул достался России пока только один раз. В 2002 году «Мисс Вселенной» стала Оксана Федорова. Мы желаем нашей Юлии удачи! Это были новости среды 5 сентября. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова